Такс, ребята, всем привет! Мы на канале Батя в деле. Тачка уже пробежала 70 тысяч километров, прошел год и самое время поменять свечи. Я думаю, что делать это не сложно, сейчас я сделаю это в первый раз, посмотрим вообще как это выглядит и я в конце скажу, стоит ли вообще своими руками это делать или нет. Свечи я купил бошевские, где-то там по 500 рублей одна, купила 4 свечки. Ну то есть оригинальные стоили бы конечно гораздо дороже. Бош такая вроде как по отзывам хорошая замена. Так, свечи значит у меня уже потрепались с ходом времени. Вот так вот и выглядит упаковка. Бедные свечи. Они уже столько со мной покатались в ожидании, когда я поменяю. Так, ну все, сейчас приступим. Знабхи бля. Эй! Такс, у нас значит куб. Ни, ничего не надо делать, похуй. Здесь куб у нас значит с воздушным фильтром, и, в принципе, нам двоим усилия пришлось приложить, чтобы с обеих сторон его подергать и просто вытащить вверх. Ну и как бы здесь автоматом сразу выпрыгивают из нескольких трубок. Ну да, поставили втулок и здесь нужно не забыть достать вот эту трубку дальнюю. Ну и в принципе все. Остается у нас дальше сверху катушки, под которыми уже свечи. Нужно будет катушки поднять и собственно поменять эти свечи. Головка на 10? Да, головка на 10. Откручиваем катушки. Сейчас главное фишки еще с катушек снять. Так, значит, у катушек выкрутили болты, катушку вытащили. Немного продули колодцы. Там вот эти колодцы, какая-то грязь там была, оттуда уже что-то вылетело, шметки. Ну и собственно сейчас подберем головку и выкрутим уже сами свечи оттуда. Блин, хлеб лежит. Ебаные крысы. Какая головка там, кстати, подошла? 16. Ну, обычная. Так, собственно, вот свечку достал, которая стояла до этого. Ну, как бы такой зазорчик появился там, видно. Ну, не могу сказать, насколько она там замотанная. Можете сами написать там в комментариях сказать. Ну и, собственно, сейчас поставим вместо нее новую, свежую. Вот одна из свечей, первая, у которой уже начала юбочка немного подкисать вот там. Нагара образовывается. Да, такой нагарчик начал появляться на ней. Все остальные вроде были без этого. Так, ну что? Ты оставь ее там. Да я сейчас просто, чтобы они не забылились больше. Еще на 60 тысяч. Тогда просто, когда я на Октаве сюда приехал, у меня одна катушка рассыпалась. Подожди, подожди, ты откуда ее взял? Это вон та первая. Ну да, сейчас вставлю, подожди. Хоп. Так, это первая, а эта вот. Местами распопают. Да, да. Так, ну что, короче говоря, старые свечи сняли, новые достали, поставили. Катушки протерли, засунули обратно. Сейчас, получается, закручиваем фиксированные вот эти болты обратно. Ну и, собственно, можно потом одевать уже сверху воздушный фильтр. И, собственно, весь процесс готов. Надо снизу посветить, там посмотреть. Глядя, надо вот это вот. Ее надо посветить. Так, собственно, все. После замены свечей обратно поставили фильтр. Ну, попали там, получается, в пазлы. Вставили обратно вот такую некую трубку. Ну и все, все на месте. И шланчик. И шланчик, конечно же, обратно. Так, ну все, все готово. Конечно, с Васиной помощью получилось намного быстрее. Сколько у нас времени ушло, кстати? Да, минут сорок, наверное, да? Да, минут сорок. Тридцать-сорок минут мы поприкавили, вспомнили какие-то наши истории. Ну и, собственно, все сделали. На видео все понятно, что это несложно. Затрат было сколько там? Четыре свечи по пятьсот рублей. Ну, собственно, две тысячи рублей. Ну и плюс Вася выручил своим функциональным гаражом. И с своими мастер-классами, да? Как он, ну, как бы, помог в этом процессе во всем. Если сравнить с каким-то, наверное, сервисом, это гораздо дороже бы стоило бы. Если есть возможность сделать своими руками, конечно, лучше сделать это так. Никаких проблем, как с заменой первых колодок там не происходило. Все было очень просто. Сейчас заведу движок, посмотрю, как там вообще, есть ли какие-то ошибки или нет. Ну и, собственно, если будут какие-то ошибки по движению, я их потом покажу. Но я думаю, что все в порядке, проблем никаких не будет. Итак, в целом, что? Если что-то думаете, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.